Казалось бы, весь мир подчиняется каким-то универсальным законам, однако это далеко не так. На земле можно найти странные места, в которых не работают законы физики. От дороги, по которой предметы катятся не вниз, а вверх, до места, в котором нарушены все законы физики. С вами канал Фактопс и в этом выпуске я покажу 8 местной земли, которые не может объяснить наука. Погнали! Подножье горы Арагац Это таинственное место находится в Армении, и славится оно тем, что на горе Арагац все предметы катятся не вниз, как это должно быть, а вверх, что противоречит закону тяготения. Воды в здешних веках тоже текут снизу вверх. Машина с заглушенным двигателем без водителя сама едет наверх, а бутылка на асфальте катится в гору. Если вы попытаетесь подняться в гору, то не почувствуете усталости, зато при спуске вам станет тяжело. Почему так происходит, пока ответа нет. Но есть много догадок теории о том, что происходит на этом месте и как это возможно. Кто-то думает, это явление искажением гравитационного поля. Другие считают, что здесь есть особые точки и магнитные поля. А кто-то уже готов верить в существование инопланетян и приземление НЛО на этом участке. Однако у некоторых есть более простое объяснение. Оптическая иллюзия из-за отсутствия выраженной линии горизонта на горной местности. Какая бы правда ни была, это место привлекает множество людей, которые своими глазами хотят убедиться в этом. Дарваза Дарваза – это газовый кратер в Туркмении. Местные жители и путешественники называют его дверью в преисподнюю или вратами ада. Официальное название – сияние каракумов. Диаметр кратера составляет приблизительно 60 метров, а глубина – около 20 метров. В 1971 году возле поселения Дарваза советские геологи обнаружили скопление подземного газа. В результате раскопок и бурения разведочной скважины геологи наткнулись на подземную каверну, то есть пустоту, в которую затем обвалились верхние слои грунта. Буровая вышка со всем оборудованием и транспортом провалилась в образовавшуюся дыру, наполненную газом. Люди при этом инциденте не пострадали, чтобы вредные для людей и скота газы не выходили наружу, их решили поджечь. Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, но не ошибались. С 1971 года природный газ, выходящий из кратера, непрерывно горит днем и ночью. Поэтому в ближайшее время власти Туркменистана планируют запечатать скважину, чтобы она пагодно не сказывалась на здоровье проживающих в этом месте и экологии в целом. Мистери Спот Если вы когда-нибудь окажетесь в США, то советую посетить город Санта-Крус, ведь там расположена очень загадочная туристическая достопримечательность. Она так и называется. Загадочное место, ну или же Мистери Спот, открытое в 1941 году. Посещение этого места в корне изменит ваши традиционные представления о законах физики, в частности о гравитации. Так, любые предметы и даже стоящие люди располагаются не вертикально, а под необычным углом к земле. Шары, положенные на наклонную деревянную поверхность, двигаются не вниз, а вверх. Также вверх течет вода, даже деревья в загорочной зоне растут под странными углами. Птицы и звери избегают этого места, а люди ощущают странное головокружение. Таинственным образом в Мистери Спот нарушается работа электромагнитных приборов, а стрелка компаса мечется, постоянно меняя направление. По официальной версии, причиной всех чудес Мистери Спот являются мощные гравитационные аномалии и завихрение электромагнитного поля. Рейстрек Плая Рейстрек Плая – это высохшее озеро в Калифорнии. Это место отличается адской жарой и невыносимой засушливостью. Что касается самого озера, то у него есть одна мистическая особенность. По дну высохшего озера перемещаются камни, причем не маленькая галика, а камни, которые весят десятки килограммов. И если вы подумали, что их подталкивают туристы, то вы ошибались. За собой камни оставляют жуткие следы. Несмотря на все это, ученым удалось выдвинуть несколько гипотез на этот счет. Одна из них указывает на ярко выраженные магнитные поля. Другая теория утверждает, что камни приводят в движение небольшие землетрясения. Согласно третьей, глинистая поверхность озера в конкретные промежутки времени покрываются водой. Вода замерзает, а камни двигаются. Но точного ответа на этот счет пока нет. А что по этому поводу думаете вы? Напишите в комментарии. Звенящая скала Пенсильвании. В Пенсильвании есть очень необычное место, где при ударе по скале ты слышишь не глухой звук или щелчок, а звон, как от батареи. Геологи из Пенсильвании исследовали несколько камней в лаборатории и обнаружили, что при ударе каждый отдельный камень издает звук на низких частотах, которые человеческое ухо не воспринимает. Но несколько камней взаимодействуют друг с другом, и этот звук человек уже в состоянии услышать. Камни состоят из лулканического вещества под названием диабаз. В нем нет ничего особенного. Это смесь железняка и других твердых пород, как и все камни. Некоторые ученые считают, что за звон отвечает давление породы внутри камней. В этой области почти нет никакой растительности или животных. Даже насекомые не живут среди звенящих камней. Некоторые люди утверждают, что в этом месте перестают работать компасы. Но никаких следов высокого фонового излучения, аномальных магнитных полей или стран электромагнитной активности здесь не обнаружено. Изогнутый лес На территории Польши есть очень необычное место, а именно роща. Она состоит из группы стран изогнутых сосен. Каждая сосна имеет общую уникальную форму. Резко изгибается сразу по выходу из земли, по 90 градусов на север, а затем встает вертикально. Вероятнее всего, форма этих деревьев подверглась антропогенному влиянию. Однако они цель и метод неизвестны. Предполагается, что подобная деформация была создана для симуляции естественной изогнутой древесины, для дальнейшего использования в мебели или строительстве лодок. К слову, в Калининграде тоже есть такой лес, известный как Танцующий. Здесь тоже можно увидеть изогнутые, скрученные, наклоненные и прочие виды деревьев. Поэтому лес и получил такое название. Пающий Бархан Пающий Бархан – это обычная гора из песка, длиной до 3 километров и высотой 150 метров. С Бархана открывается красивый вид окружающей местности. Однако у него есть одна примечательная особенность. Пающий Бархан издает необычные звуки, похожие на гудение. Причиной звучания песка является трение песчинок при его движении, например, ветер или хождение по нему. Также ученые установили, что чем больше движущаяся масса песка, тем выразительнее звук, от слабого песка до красивой мелодии и даже грохота. Звуки можно услышать только тогда, когда песчаная масса находится в сухом состоянии. Пающие пески с глубокой древности вызывали множество народных суеверий. В дошедших до наших дней легендах, пение песков объяснялось деятельностью духов пустыни, фантастических животных, звучанием колоколов погребенных городов. Бушевавшими по землю реками и многими другими необыкновенными причинами. А в каком из этих мест хотели бы побывать вы? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новое видео. А также подпишитесь на наш телеграм-канал, там вы сможете найти множество интересной информации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова